Всем привет! В этом видео хотела бы вам рассказать о трех интересных инициативах депутатов Госдумы Российской, неожиданных таких. И любители телевизора российского, вот эти зомбопатриоты, они, наверное, думают, что это все сделано для их блага. Сейчас у них будет все хорошо, сейчас жизнь наладится, вот смотрите, как Госдума заботится о них. Ну, они так думают. Я хочу выразить свое мнение, и чем могут обернуться вот эти самые инициативы депутатов Госдумы. Ну, давайте, значит, какие это? Отмена коллекторов в России, отмена деятельности коллекторов. Второе, это выход России из ВОЗ. Очень много об этом говорят, сейчас попозже расскажу. И отмена пенсий в России по возрасту. Ну, давайте мы с вами начнем с первой. Это вот отмена коллекторской деятельности в России. Что на самом деле это обозначает? Я вам уже говорила, что учитесь понимать рептильный язык. То, что они говорят, и как вы это воспринимаете, на самом деле это не то, что вы подумали. С сегодняшнего дня, с 1 августа, в России вступил в действие цифровой рубль. И в законе о цифровом рубле прямо написано, что никаких кредитов цифровыми рублями выдаваться не будет. И в ближайшие, я думаю, года два, это максимум уже, Россия полностью перейдет на цифровой рубль. Не для того они вам это вводят, третий вид пользования деньгами, да. Не для того они это вводят, чтобы вы могли пользоваться и карточкой, наличными, и цифровыми. Нет, они их вводят для того, чтобы в ближайшее время полностью перевести Россию на цифровые рубли. Так вот, если вот этими цифровыми рублями не будут выдаваться никакие кредиты, зачем вам коллекторы, если не будет кредитов? А кредитов не будет. Вообще, как только перейдет Россия на цифровые рубли полностью, никаких кредитов уже не будет. Ну и поэтому, соответственно, и коллекторы больше не понадобятся за отсутствием кредитов. Это не то, что вы подумали, там теперь будут заботиться о том, чтобы вас там коллекторы с паяльником не настигали, да. Это не для этого, а для того, что, я вам сказала, просто не будет кредитов. Второе, ну это ваше самое любимое, это вопрос, значит, о выходе России из ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. И знаете вы, что в комментариях вот эти зомбо-телевизионные ящеры кричат, что там выйти нужно России из ВОЗ, обязательно надо, и так решатся все проблемы, да. И вот знаете, даже депутат Госдумы Петр Толстой призвал Россию выйти из Всемирной Организации Здравоохранения, да. И вот он говорит, что вот как только если мы вдруг выйдем, то у нас тут, значит, будут какие-то свои правила по вот этой вот всему баронабесью и будущим баронабесьям. И знаете, я вот, я вам хочу сейчас объяснить, чем чревато выход России из ВОЗ. Ну, сейчас вы в меня начнете кидаться тухлыми помидорами, это я уже знаю, но я вам сейчас объясню. И согласны вы со мной или не согласны, потом напишите в комментариях. Смотрите, все очень просто. ВОЗ может делать, да, вот если наступила опять новая баронабесья, она может делать все, что угодно. Запирать вас дома, не пускать вас на работу, не пускать вас куда-то там в магазины, в банки, в транспорт и так далее. Вот все, что угодно, но не смогут вас колоть насильно. Вот этого не допускается. Если Россия выйдет из ВОЗ, то тут уже будут применяться другие правила. Вот правила прям как по отношению к животным. Если у вас нет таких прав, Россия вышла из ВОЗ, то вполне вероятен такой сценарий. Вполне вероятен сценарий, что будут колоть насильно. И об этом уже в самом начале баронабесия, когда в России началось баронабесие. Депутат Забайкалья говорил, будем оцеплять кварталы и шмурдячить всех подряд, хотят они или не хотят. Вот, вот что может случиться, если Россия выйдет из ВОЗ. То есть Россия потеряет вообще все права на какую-то гражданскую неприкосновенность. Применяться будут просто права как к животным. Ну, сейчас вы скажете, ну, а у нас же существует Минздрав, да, наша любимая организация, мы ее обожаем. Минздрав, он тоже какие-то права же тоже должен предъявить, да, по отношению, какие-то права неприкосновенности к человеку, да. Ну, знаете, судя по тому, как был первый сценарий, проходил первый вот этот сценарий баронабесия, знаете, Минздрав, он, в общем-то, полностью поддерживал политику государства. И если будет такая команда, что процедуризовывать, шмурдячить, отцепляя кварталы, я не думаю, что здесь будут действовать какие-то права, понимаете? Вот чем опасно выйти из ВОЗ. Это только моя версия, я, знаете, познакомилась с материалом, я почитала этот сайт Всемирной Организации Здравоохранения. Я ни в коем случае не нахваливаю там, что там все будто бы замечательно. Нет, нет, я предполагаю, что вот именно так оно может быть. Сами почитайте тоже сайт Всемирной Организации Здравоохранения и сделайте какие-то свои выводы. Если Россия выйдет из ВОЗ, потеряет все какие-то права, какие-то вот кроха вот этого, кроха вот этой вот нашей гражданской неприкосновенности. Вот это вот единственная, вот эта крошка из всех наших прав, вот это вот осталось. То, что еще не шмурдячит насильственно. Вот это вот единственная крошка, которая у нас осталась. Если Россия выйдет, потеряет и вот эту крошку последнюю. Ну, сейчас начинайте в меня кидать, конечно, тухлыми помидорами, да. Ладно. Еще хочу сказать в дополнение, что в последние дни вот так же Госдума как-то озаботилась сильно правами пациентов, психоневрологических диспансеров. Да, вот есть такая общественная организация, которая защищает их права и, в общем-то, правильно делает. Так вот, депутаты решили упразднить эту организацию, чтобы ее вообще не было, чтобы никто правами таких больных не занимался. Вы знаете, наверное, эту новость слышали. И вот, как говорит вот эта организация, когда они выступали в Госдуме, они сказали, что теперь, вот если такой организации не будет существовать, то вполне вероятно, что к больным, вот к таким психоневрологических диспансеров, к ним вполне могут применяться карательная психиатрия. Если вот этой организации защиты прав уже не будет, это говорит о чем? Это говорит о том, что тех, кто не согласен со шмурдячиванием, могут помещать вот в такие вот заведения, где будут шмурдячить, уже не спрашивая, хочешь ты или не хочешь, вообще ты понимаешь, что происходит или нет. Там будут шмурдячить по полной. Вот поэтому, вот поэтому депутат Толстой предложил выйти России из вот этой самой организации, чтобы сделать свои, так сказать, действия, да, вот эту вот ситуацию, как сказать вам поточнее. То есть сделать свои, все свои действия, которые они задумали. Если вдруг кто-то не будет согласен со шмурдячиванием, помещают вот в такое вот заведение, в такое вот, и там уже шмурдячит по полной. Ну и третье, это то, что россиян ждет поэтапная отмена пенсии. В Госдуме уже прокомментировали это решение. Здесь вообще все просто, вообще все просто. Просто пенсионеров не будет. Когда будет человек доживать до определенного возраста, например, до 40 лет, да, все, отшмурдячивание в нужный день, в нужный момент, все это прекратит, чтобы вообще никаких пенсионеров не было. Здесь вообще даже другой версии быть не может. Поэтому и отменяют пенсии. Они не нужны, потому что не будет пенсионеров.